эй у вас автор от нас и зефин и сегодня мы глянем такой короткометражный фильмец от теннезича хозяин леса пробудился в майнкрафт винди гвиндик и возможно это что-то связанное с долгой тьмой сейчас мы с вами это узнаем но сейчас усаживайтесь поудобнее всем кто вкусит приятного аппетита и приятного просмотра но мы начинаем как новый год такой зима атмосфер ненько понял спасибо пещеры чуваку там в уголке вообще нормально не вы что не бойтесь мы туда не полезен да хорошо вам тоже с наступающим ну чё там до арендодатель звонил сказал что проблемы с бойлером бывают и со связи тоже порой ну блин это неудивительно мы же среди гор находимся так плюс нас окружает километровая пропасть еще тут все нормально работала ой морис да ладно я считаю это нормально место такое нашел ну типа на новый год самое то что в общем я так понимаю это какие-то чувачки группы друзей сняли себе просто домик где-то в лесу на новый год чтобы отметить праздник прикольно принципе нормальном а и отлично кстати не то что я переживал но но ты понимаешь о чем в плане я про пещера и бутербродов нет никому не нужны мои бутерброд туда его никому не нужны до пускай самый жирю о чем мы там говорили я может они на самом деле действительно вкусные блины в любом случае ему больше на станет блин забыл ну видимо она так нужно было видимо да видимо офигеть как ты их находишь вообще как вы кто такие я сам не знаю слушать охотники неплохой такой дробовик блин чувак в этой красной повязки эпичный такой выглядит а патрон похож на глюк нг по моему и так вызвали из mortal kombat и тоже чел в повязке которые есть а что начал лазером стреляет а чем мы тут занимаемся чья-то жена запрещающая охотиться им а да мы тут это с хэдвальдом домик смотрим до домик гараж да но это сарай да короче я опять нашел оружие причем совершенно случайно меня это начинает волновать меня только радует короче позже обратно если что то здесь есть дробовик а окей я если что хотела вам сказать что скоро ночь будет поэтому лучше в дом идите то холодно будет сейчас только пройдемся чуток да с люкангом лучше не спорить это он с лазером начать пуляться горячего дыши ли нет блин они еще такой домик уютненько не могу ты сходить в подвал глянуть бойлер а почему я не знаю понравился сходи в подвал глянь бойлер чё еще гляну ну-ка ну вот и все сам бы мог спуститься юную оба интересно что за подвале забитый досками и какой-то проход я потом беру такой херак ему короче по башке вот парни уже что интересно вылезли представляешь ну это так слову так то я вообще добрый но лучше меня не сдать руки кстати а где это мы да черт его знает где-то этому мужики вышли на ходить я какая я думаю что идти туда это хорошая идея ой да ладно тебе опасно через шутку убита я о том же это вообще нормально я надеюсь где тут изначально так было и начало какой-то херни такой же вопрос начало приключений под горячий совсем другое дело и до лайбран если что из подвала можно выйти но так слову а ему там норм а нам в пещеру походу пошел ты меня что это там ты вообще здесь не меня слышно так вот это уже интересно естественно естественно какой-то секретный ход конечно же надо туда заглянуть ни хренаж себе это что шахта какая-то а почему она подумал странно интересно где сейчас нахожусь блин нифига тут замороченную типа водичкой мостик или что здесь есть пещера что-то потайную прям выхода о книжечки записочки да пещера так если ты каким-то образом читаешь это то реально отсылочка на долгую советую немедленно закрыть дневник и бежать прочь из этих на только слишком много надписей обычно там же писали типа пошел отсюда вон беги и уходи пошел нафиг здесь в принципе смысл такой же просто для не написано все таки сделаю если ты проигнорировал мое сообщение опять прогоняют то я хочу хотя бы тебя предупредить не шуми особенно в пещерах не выходи ночью из домов если используешь осветительные приборы то за навешивали окна если тебя почувствуют не двигайся если они рядом не дыши 4 все мне начинает не нравится как будто судная ночь какая-то типа на ней будут охотиться нужно показать это остальным мало ли что чё за хрена я поставил путь ахаха хочется ночь точно вспомнил привет вик ты это не еще не видела нет он разве не в доме был вроде как он еще с парнем таким был не помню как зовут ну который про бутерброда вечно еще говорила лайбра какой-то чувак который ходит всем предлагает бутерброда его имени даже никто не знаю и короче они оба куда-то делись наверно у всех есть такой чел да пошли пройтись наверное скоро вернуться скорее всего на что да нет ничего так просто пойду его найду я хотел кое-что передать на реале куда охотник типа у него прикид такой всякие фразы эти человеческие о морис здорово да привет телефон что ли выключил странно на хрен я поставил и в ту такую на их обучение на два часа ночи дерьмо ты кто такой за лень как быть темень же тут вендика будьте на два часа ночи лобра или что это хэллоуина маскарал ты чё тут делаешь и ма на найкер вынес а чувак развернулся вот так вот легко отвлекся решетка выбить значит объект сильный ну либо кто-то я специально с ним чем я не уверен это видим какая-то шахты по добыче угля соответственно объект скачу x еще и всего предпочитает объект он называет это объект то есть возможному к это охотник реально зовут это вот неведомый нечистью херней возможно слепой возможно слеп частично выбран ты чё-то делаешь ней так стоп выбран ты чё-то делаешь и диалоги нет никакой логики это не они твой имитирует голоса блин ну в общем туда сюжет немножко похож на долгую тьму это очень надеюсь что я сплю и это просто дерьмовый сон и вы если я не сплю то тогда все куда дерьмо возможно даже арта похоже смотрите вышка тоже стоит там тоже была вышка эти домики типа ли уже как много ступенек может еще железная дорога какая-нибудь будет здесь фу пришел просто лаку очень похоже стоп их кожа неуязвима к повреждениям пока не будет подожжена не пытайтесь убить их из огнестрельного оружия это максимум их остановит огонь о сигнале пистолет как раз на боятся огня при попадании пламени на их кожу она становится мягкой и уязвимой только после это короче как квест этого можно стрелять записочки ходишь там находишь тебе дают всякие предметы это может помочь а потом актеры такие переодеты в олене вот этих вендиго выходят на тебя ты в них стреляю сигнальной ракетой а вот и о привет и они потом ненавидят свою работу за счета вообще забыл то ребят я не знаю как вам рассказать но только не открывать почему это потому что у нас опять завелась паранормальная херни плане я откройте на серьезно нет эта тварь говорит голосом других людей я слышал как она говорила голосом лайбрана в пещере видео моем откройте уже на коне ага а это я так понимаю говорит голосом мориса наверно что стой хоть и дни его морис а ладно ребята нам надо сваливать отсюда как можно скорее он и здесь привет а я тебе искал да привет морис ты не поверишь что я видел шахте да а я вспомнил что именно в шахты доходите не надо короче я конечно не видел что там живет но я прианализировал могу с уверенностью сказать что находиться тут очень вредно для физического здоровья да а я лично видел и слышал кто там живет поэтому я подтверждаю слова мориса и согласен с тем что нужно сваливать отсюда как можно скорее так так погодите о чем это вы мы а монстре нет но это я понял короче эта тварь живет в пещере я лично видел скорее всего она слепая но у либо наполовину обладает огромной физической силы да тут не поспоришь мэзич ладно молчу короче нам нужно найти оружие на всякий случай а также план побега люциус уже находил дробовик сарая снова вернее отлично по поводу побега свалим также как и пришли на фуникулере ключ от него у невра и до разбудить его он спит что блин очень интересно вот эти вот переходики все дела проблемка причем я слышал как тварь говорила его голос эти вот кучу всяких разных ракурсов я тоже я также слышал как она говорила и твоим я нам по уровню съемки короче прям на уровне реально вас еще и лайбрана искать у а вот и он упал на упал на не он быстрее а ладно это херня слишком здорово на мне кажется даже в дверь не пройдет надо бы предупредить а чего не заходники блин взяли бы волыну типа и олени бы застрелили как раз шашлык себе на новый год остальных чуваку пока iphone спит блин все веселье проспал это херня даже его не трону че надо решает здорово или это какой-то чувак и уже у которого новый год наступил и он уже тип вали не превратился с новым годом тебя поздравляю спасибо я тебя позже перезвоню вовремя вовремя айбран ты где был привет долгая история но я много чего узнал об этом ну как его да я понял что-то узнал короче она имитирует голоса видимо не видеть тебя если ты стоишь неподвижно еще дышать может еще что-то еще огня боится так тоже в индейка вен кто забей мы сваливаем отсюда нам нужно отжечь этот дом власти фуникулер ключ у невра окей вместе с этой тварью вставай я серьезно с чп ну что такое нет нужны ключи эй ты вернее ладно забудь то есть ты мне хоть чили какой-то вообще типа сказать и сложилась на пол может туда-сюда просто гоняет который говорит человеческим голосом от тебя не кажется это бредом не хочешь не верь так залетай давай не хочу я не верю но да ладно ну сюда сюда ну все что там воздать что по плану нужно ждать пока все сюда ну чё там люциусы хейдвать все еще там нужно оружие где-то не думаю что это поможет тварь боится огня соответственно это может сработать и это поможет мазафака еще к сейчас возьму окей лайбран одолжишь флэрган с тебя бутерброда скорбосой хорошо порука а теперь беги к фуникулеру поерган на бутер нормальный обмен хейдвальд бежим фуникулеру я передано ладно и сучара скажи а встретимся у фуникулера а теперь бежим давай-давай бежим не останавливаемся для них рена вылетали я чую-то тварь не горит и насрать на зонами ракет получать это долго-то да так любезничали с монстром заводи лет как олень от деда мороза 20 сабир туда поехали блин давай так если мы выживем ты прекращаешь мне называть посудомойкой тогда я лучше сразу прыгну в пропасть и до сколько у тебя патронов один единственный класс ладно тогда целься не в голову а в тела окей попробую готовься давай 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 ну быстрее твою начать тебя за стопили стрелять да хороший выстрел спасибо фух вы живы ну разумеется живы мы видели как это тварь улетела вниз а прям как стас борецкий с лестницы не думаю что твой юмор кто-то поймет ну что получается я понял хэппи-энд вернее новогодний хэппи-энд веселый новый год блин ложится в 15 минут такой довольно интересный сюжет это конечно достойная работа очень человеке мне понравилось атмосферненько новогодняя блин надо было конечно мне кажется в декабре где-то смотреть но мне пофиг у меня у меня уже новогоднее настроение йоу короче классно работала посмотрим еще какие-нибудь фильмы от нэзи я смотрел там у него еще есть несколько так что в общем да надеюсь вам понравилось если это так то не забудьте поддержать реакцию лайком и подписаться на канал если вы еще этого не сделали также нажимайте на колокольчик ну и пишите комментарии а еще на группу в телеге подписывайтесь там тоже ссылка в описании будет но сэмблфин всем пока